Тема урока форм-пассив, пассивная форма. Вы наверняка уже слышали такие выражения, как активная и пассивная форма. В русском языке они правильно называются залогами. Во французском языке, как и в русском, глаголы имеют два залога. Действительный залог, то есть активная форма, когда подлежащая само выполняет действие. Например, j'écris une lettre, я пишу письмо. Кто? Я. Я что делаю? Пишу. То есть я сам выполняю действие. И страдательный залог, то есть пассивная форма, когда подлежащая испытывает действие. Переделаем предыдущее предложение в пассивную форму. Письмо написано. La lettre est écrite. Что? Письмо. Письмо что сделано? Написано. Письмо не может само себя писать, но может быть написанным кем-то другим. В образовании пассивная форма во французском языке этот глагол «быть» играет одну из важных ролей. Во французском языке пассивная форма, то есть страдательный залог, образуется при помощи глагола être, который ставится в нужное время, и participe passé основного глагола. Правда, очень похоже на образование прошедшего времени passé-композе. Поэтому важно также запомнить, что глаголы, спрягающиеся в passé-композе со вспомогательным глаголом être, не имеют страдательного залога. Ребенок остался у своей бабушки. Et rester – это время passé-композе. Мы можем сделать ребенка объектом действия и сказать «Ребенок оставлен у бабушки». Но тогда, как и в русском языке, во французском языке, нам понадобится не активный глагол «оставаться» – rester, а пассивный глагол «оставлять» – laisser. Посмотрите. L'enfant est laissé chez sa grand-mère. Et laisser – уже пассивная форма. Ребенок оставлен у бабушки. Итак, в страдательном залоге подлежащее испытывает действие, но не совершает его. Например. Je suis invité à une exposition. Я приглашен на выставку. То есть не я кого-то приглашаю, а меня пригласили. Кто пригласил на выставку, данном предложении неизвестно. Но если в предложении есть указание на лицо или предмет, совершающий действие, оно часто вводится при помощи предлога «par». Ce roman a été écrit par Jules Verne. Этот роман был написан Jules Verne. В этой фразе глагол «être» стоит в прошедшем времени. «A été». Или «Le garage de mon oncle est ravagé par l'incendie». «Мастерская моего дяди уничтожена пожаром». Стоит отметить, что при некоторых глаголах, таких как aimer – любить, admirer – обожать, respecter – уважать, être couvert de – быть покрытым чем-то, лицо или предмет, совершающий действие, вводятся предлогом «de». «Ce professeur est respecté de ses élèves». Этот преподаватель уважаем своими учениками. «Les rues sont couvertes de neige» – улицы, покрытые снегом. Есть еще одно правило, которое важно запомнить при изучении темы «пассивная форма». В последнем примере «les rues sont couvertes de neige» мы видим, что при части прошедшего времени, то есть «particip-пассе» глагола, согласуется в роде и числе с определяемым словом. Улиц много, поэтому в пассивном обороте «son couvertes» на конце стоит «s». Кроме того, во французском языке улица также женского рода, поэтому в обороте «son couvertes de «s» стоит еще буква «e» – показатель женского рода во французском языке. Приведем еще примеры. «La dictée corrigée par le professeur» – «диктант исправлен преподавателем». Слово «диктант» во французском языке – женского рода, поэтому в при части прошедшего времени «corrigée» мы ставим дополнительную нечитаемую «e» на конце. «Les vacances ont été gâchées par la pluie» – «каникулы были испорчены дождем». «Les vacances – каникулы» во французском языке – женского рода и также множественного числа, поэтому в «particip passé» – «gâché» на конце ставим «es». В заключении хочу напомнить вам спряжение глагола «être» в трех основных временах «présент, passé, композе, футурсампель». Ведь, как вы уже заметили в наших примерах, предложение не всегда строится в настоящем времени, а может стоять и в прошедшем, и в будущем. Итак, спряжение глагола «être» в настоящем времени «présент» выглядит так. «Je suis», «tu es», «il, elle, est», «nous sommes», «vous êtes», «ils, elles, sont». Спряжение глагола «être» в прошедшем времени «passé, composé» выглядит следующим образом. «J'ai été», «tu as été», «il, elle a été», «nous avons été», «vous avez été», «ils, elles ont été». Испряжение глагола «être» в будущем времени «futursimple». «Je serai», «tu serai», «il, elle sera», «nous serons», «vous serai», «ils, elles seront». Сравним три предложения. В настоящем времени «présент», «le sapin est décoré par les enfants», «Елка украшена детьми». В прошедшем времени «passé, composé», «le sapin a été décoré par les enfants», «Елка была украшена детьми». В будущем времени «futursimple» «le sapin sera décoré par les enfants», «Елка будет украшена детьми». Таким образом, пассивный залог «form-passiv» во французском языке образуется с помощью глагола «être», который стоит в нужном времени, и при части прошедшего времени основного глагола «particip-passé», которое согласуется в роде и числе с определяемым существительным. Надеюсь, вы разобрались в тонкостях и нюансах этой темы и будете использовать пассивную форму, ведь иногда без нее просто не обойтись. Бон шанс! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова